Жители деревянных домов в Сайсарском округе Якутска боятся за свою жизнь. За крупным пожаром с жертвами, который произошел 25 июля, на Лонгиново 29-2 последовали еще два. Последний произошел накануне. Жители считают, что это не просто случайность, а череда поджогов. С этим опасением они обратились на горячую линию нашего телеканала. В ситуации разбиралась Марьяна Кутукова. Надежда Нигнюрова потеряла в страшном пожаре супруга. Паники физически не смогла вынести больного мужа, который был прикован к кровати. Половина дома сгорела в считанные минуты и унесла жизни двух мужчин. Надежда чудом спаслась, выпрыгнув со второго этажа. Примерно в третьем часу ночи я проснулась от того, что люди на улице кричали. И был такой дым, страшная задымленность уже была. Я увидела в окно, помощь попросила, но никто не услышал, потому что все были заняты спасением своих родных. И поэтому я не смогла спасти своего мужа. А причина есть? Ну, причина... Дело в том, что люди, говорят, заметили здесь пробегающих каких-то двоих мужчин. Дверь в подъезд была подперта снаружи. Вывод жильцов один. Поджог. Эту версию подтвердили пожары в соседних домах. Люди теперь не спят ночами и дежурят у своих домов. Сколько это будет продолжаться, неизвестно. Все устали жить в страхе и ждут помощи от руководства города. Не все в состоянии, допустим, установить ту же пожарную сигнализацию. Самая дешевая на наш дом стоит 121 тысяча. У нас жильцы не все в состоянии оплатить, допустим, эту сумму. Мы, коренные жители республики Саха, просим помощи. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Был ли это поджог, предстоит выяснить следователям. В настоящее время назначены экспертные исследования. Причина пожара устанавливается. В настоящий момент произведен осмотр места происшествия, тел погибших, опрошены очевидцы, а также проведены иные проверочные мероприятия. Личности погибших мужчин, тела которых находились в разных квартирах, установлены. Ими оказались мужчины 1961 и 1955 годов рождения. После пожара Надежда осталась не только без мужа, но и без крыши над головой и документов. Сейчас ей, как и всем погорельцам муниципальных квартир, предлагают негодное для проживания жилье на окраинах города. Связано это с ограниченным фондом. Состояние их вызывает, конечно, больше вопросов. То есть квартиры запущенные, без стекол, без системы отопления, без электричества. И в этих случаях, если люди соглашаются, мы пытаемся силами города, силами управляющих компаний, какие-то частичные ремонты производить. Сгоревшую половину дома скоро снесут. Уцелевший второй подъезд восстанавливают. Также решается вопрос при возможности установить пожарно-охранную сигнализацию в домах по улице Лонгинова в первоочередном порядке в этом году. Вопрос уже рассматривается руководством города. А пока не хватает денег, мэрия агитирует жильцов деревянных домов самим обеспечивать дома сигнализацией. Марьяна Кутукова, Максим Ростовцев, НВК САХА, Якутск.